Друзья мои, доброе утро! 1 июня на календаре. Дожди у нас так и не прекращаются. Вчера весь вечер лел, всю ночь. Вот сейчас временное затишье и передает еще на неделю такие же дожди. Хотела снимать вам, показывать каждый сорт, урожайность показывать, ягодку. Но, к сожалению, посмотрите какая у нас тут каша. Тут даже не пройти, не проехать. Это все наши маточники. Вот с них я и хотела вам показывать обзоры. Но, к сожалению, к сожалению, это вот наша сирия. Знаете, ребят, вот я хочу что сказать. Смотрите, ее даже закопало туда вот все в грязь, вбило. Но она одна из немногих, которая меньше всех гниет. Посмотрите, она лежит в земле, но она не сгнила. Да, она грязная. Здравствуйте. Но она не сгнила. Я даже туда не могу залезть. Наступить не могу, пройти по рядку. Я тут завязну. Это очень крепкий сорт. Ну, мы просто поражены. Мы никогда сирию не рассматривали прям вот на ягоду для продажи, там еще как-то. Но она нас просто покоряет. Посмотрите на ее размер. Она же гигантская. Щень, уйди. Она же просто гигантская и тяжелая. И знаете, что я хочу сказать? Да, сейчас ни у какой ягоды нету такого насыщенного вкуса. Клубники с какими-то там нотками. Конечно, они все водой набрались. Потому что, ну, это немыслимо. Третью неделю такие дожди идут, идут, идут. Без передыху. Но вот у нее вкус все-таки остается. Брила без вкуса. Азия без вкуса. Приме сейчас тоже становится без вкуса. Это я вам называю те сорта, которые растут у нас на открытом грунте. У сирии вкус еще остается. Да, разбавленный, но вкус еще есть. И она не гниет так, как все остальные. Вот уж то, что, никогда на нее ставку не делали. А она начинает прям очень сильно удивлять. Во-первых, смотрите, урожай у нее отличный. Размер у нее прекрасный. Гнилья у нее нет. Вот я сейчас сюда, ну, я по краешку пройдусь, потому что дальше я завязну. Просто вкус есть. Она не так хлорозит. Посмотрите, вон джоли хлорозная стоит. Сирия стоит зелененькая. Она крупная. Возможно, она и прикрыла нам ягоду. Видите, она рваная стоит. Ну, сейчас уже лист поднялся. Конечно, сейчас он лист поднялся. Когда вот мы только утром приехали, я, конечно, прям сразу после града я не снимала. Я где-то на второй день. Они лежали, все кусты лежали. Ну, вот видите, они все разбитые. Ну, сейчас вот лист поднялся, как-то поднакрыл кустики. И уже вроде как вот этого страха этого не видно, который был первоначально. Так, ладно, сейчас как-нибудь оттуда пролезу. Вот, смотрите, не гнилая, опять же, не гнилая. Грязная, да, но гнилья нет. Хотя лежит на земле. Вот, ну, туда вот можно еще пройти, посмотреть остальные сорта. Вот. Вот это джоли пошла. Видите, она уже подхлороживает. Здесь мы еще между рядей не почистили. Ой, вообще не... Ладно, все, я туда не полезу. А то я не отмоюсь. Она хлорозная. И она самая рваная стоит. Самая рваная, самая побитая. Вот. Обратите внимание, сирия стоит прям крепышом. Знаете, что? Сорт достойный, я хочу сказать. Прям достойный. На пленку, конечно, нет. На пленке плохо растет, не понравилось. На земле хорошо. Если бы мы сюда успели подстелить соломку, но скажу, что это маточник, нам здесь ягода была не нужна. Мы на нее вообще не рассчитывали, поэтому мы здесь только делали прополки, и все, нам отсюда нужна рассада. Но, друзья, смотрите. Во-первых, она позже всех начала созревать. Вот тут даже есть зеленые ягодки. Вот висят. Очень много зеленых ягодок. Урожай она еще будет давать, давать, давать. Но, так как у нас сейчас льют дожди, скорее всего, ничего она уже тут не будет давать, и ничего мы не сможем с нее тут собрать. Ну, прям поражена. Прям поражена. Молодец, молодец. А, так это я уже не на Сирию зашла. Это у нас уже другой сорт. Сейчас я посмотрю. А, это альба. Это у нас альба. Вот она альба. И у Сирии какие огромные гигантские кусты. Молодец. Просто молодец, Сирия. Ничего не скажу. Ну, вот так что, друзья, если у кого есть такие вот проблемы с осадками, я думаю, что Сирия вас спасет. Сорт крепкий. Очень-очень крепкий.